Между тем, строительство транспортной развязки на аэропортовском кольце в Алматы завершат до конца года. Об этом стало известно на встрече Акима Ербулата Досаева с жителями Турксибского района. Сегодня глава мегаполиса выступил с докладом и рассказал о планах по развитию района и озвучил проблемы. В том числе вопросы ветхого жилья, изношенности инженерных коммуникаций и электросетей, дефицита мест в школах, детсадах и не только. Айяна Рафина Рикбаева расскажет подробнее. Промышленный Турксибский район – воздушные и железнодорожные ворота Алматы. Он был образован еще в 30-е годы. Большинство коммунальной инфраструктуры устарело. Износ сейчас достигает порядка 66%. Большие неудобства жителям доставляет ремонт котельных, из-за чего дома нередко остаются без горячей воды. Для решения данной проблемы, по моему поручению, прорабатывается вопрос модернизации существующих котельных с обеспечением резервных котлов на период плановых работ. Как вы знаете, в районе у нас 43 котельных на 934 дома, и из них 25 занимаются подачей исключительно тепла. Остальные являются мультифункциональными и занимаются подачей горячей воды. По-прежнему острой в Турксибском районе остается проблема ветхих домов. Их почти 600. Но этот вопрос планомерно решается. В этом году 96 семей переселили в две новые многоэтажки. Сейчас ведется строительство еще восьми высоток на 211 квартир. Первую половину планируется ввести в эксплуатацию в декабре, а вторую – во втором квартале следующего года. Также сегодня Акимат, по моему поручению, начал пересматривать программу реновации города, которая была принята ранее. Мы, наверное, постараемся уделить особое внимание, выделить дополнительные средства. И будем более активно проводить переговоры с частными инвесторами и застройщиками, связанные с программами реновации, особенно двух районов. Это Житей-Суйского и здесь, в Турксибском районе. В этом году в районе полностью будет исчерпан дефицит ученических мест в школах. К декабрю завершится строительство двух учебных заведений в микрорайоне Кайрат и по улице Волочаевской. А вот старые здания 59-й гимназии, построенные в 1939 году, снесут. На месте возведут новую. Постепенно решается проблема нехватки мест в Яслях. До конца года возобновлятся строительные работы по детскому саду на 280 метров в микрорайоне Жасханат. Вы знаете, эта стройка была остановлена. Сегодня мы проводим корректировку документов и экспертизу мы предполагаем получить в сентябре 2022 года. В мае следующего года будет завершено сейсмоусиление здания специальных яслях сада номер 70 по улице Стахановская. И до конца следующего года строительство детского сада на 260 мест в микрорайоне Кайрат. А уже весной в микрорайоне Жулдыс откроют физкультурно-оздоровительный комплекс с залами для гимнастики и борьбы. А в Жасханате спортивный центр с бассейном. В этом году также планируется благоустройство парка Аспан, капитальный ремонт рощи-маяк с установкой линии наружного освещения, скамеек и воркаут-площадок. А для того, чтобы обезопасить пешеходов на проспекте Рыскулова и железнодорожных путях по улице Ержанова, возведут два надземных перехода. В общем, планы у городских властей по развитию района впечатляющие. Айна Рыфина, Рикпаева, телеканал Алматы.